Добрый день, дорогие наши друзья, наши подписчики и просто мои зрители канала Добра и Позитива. Говорит и показывает Маврикий, а значит мы в Африке. И все последующие ролики в ближайшее время вас ждут с этой замечательной страны, с островного государства. Потом мы с вами поговорим о населении, о том, как здесь люди живут, поговорим о том, что здесь есть, какие достопримечательности, о магазинах, о покупках, о ресторанах, о продуктах, конечно, о море. Короче говоря, вас ждет очень много всего полезного, нужного и интересного. Ну что, чудно мы долетели, конечно, есть легкая усталость, потому что от дома из Москвы до выхода с трапа самолета на острове Маврикия у нас заняло все ровно сутки. Вот, поэтому, конечно, есть усталость, была одна пересадка в Дубае, вот, ну, быстрая ступовка, компания Emirates, в принципе, хорошее обслуживание, вообще шикарно все было, нам понравилось, хорошее питание, сервис на высшем уровне. Ну, как всегда, Emirates есть Emirates. Вот, здесь нас уже встретили, мы все заранее программировали. Вот, сейчас едем на наши, скажем так, в наши апартаменты на берегу Гранд-Бея. Об этом тоже все узнаете чуть позднее в наших роликах и портажах. Я думаю, что будет интересно, поэтому рекомендую вам посмотреть эту замечательную серию по Маврикии. Ну, так, для краткой справки могу сказать, что Маврикия находится в Индийском океане, в южной ее части, в 800 километрах от острова Мадагаскар и в 3000-х от восточного побережья Африки. И считается, что Маврикия относится к африканскому континенту. Население Маврикия миллион с лишним человек. Столица острова Порт-Луи с населенностью 150 тысяч жителей. Валюта рубля, что удобно, что она практически такая же, как и рубль в России. Время московское, тоже удобно. Вот, мы здесь уже второй раз. Отдыхали мы здесь в прошлом году. Нам очень понравилось, потому что многие подписчики спрашивают, почему вы поехали именно в это место. Да вот ровно потому, что, во-первых, временной диапазон удобный. Как бы, если все делать с толком и с расстановкой, очень недорого все. Красиво, комфортно и удобно. Ну, это, не знаю, мне нравится. Вика, хочешь что-то добавить, да? Привосторонние движения, и говорят, что это все. Да. Ну, 80% вообще, на самом деле, здесь язык... Как он правильно называется? Ну, маврикинский, да, можно так сказать. Буддизм в основном, религия. Температура, вот сейчас, конец декабря, плюс 30 градусов. То есть, в принципе, комфортно и удобно. По ценам тоже я вас сориентирую еще. Что почем, сколько стоит такси, сколько стоит еда, какие цены в супермаркетах. Ну, я думаю, что будет интересно. Посетим с вами какие-то достопримечательности здесь, на Маврикии. Покатаемся, посмотрим остров. Остров небольшой. Если смотреть по его окружности, то береговая линия занимает 177 километров. А в длину он всего 60 километров, а в ширину 40. То есть, он небольшой. Справа гора Рокс. Вот, сейчас нам покажут карту. Вот, красота. Ну, есть мы сейчас... А я знаю. Я сейчас покажу, да. То есть, мы сейчас находимся вот здесь, внизу. И мы едем сейчас вот на самую верхушку, вот сюда вот. Замечательное место Гранд Бэй. А аэропорт находится вот здесь вот. То есть, вот вся дорога, которую мы сегодня с вами пересечем. Вот так вот. Такие вас ждут в ближайшее время интересные репортажи. Чем занимается Маврикия? Чем живет он? В основном сельским хозяйством. Он выращивает тростник, ананасы, манго, личи, чай, конечно. А что еще он в них выращивает? Да, ну я сказал, ананасы, мангустины. Вот, все в таком духе. Ну и, конечно же, туризм. Да, сахарный тростник. Который экспортируется по всему миру. Вот, в принципе, чем живет Маврикия. И чем он знаменит. Своим сахаром. А по мне, наверное, тоже фрукты. Да, ну в общем, фрукты. В основном фрукты. Фрукты. Ну вот еще хотел сказать, что на Маврикии выращивают табак. Тоже является такой основной сферой деятельности здесь вот на Маврикии. Что касается бензина, я вот как бы опережаю ваши вопросы, да. Сколько стоит топливо здесь? Топливо стоит 1 евро 20 центов за литр 95-го. Что не дешево. Цены европейские. Если говорить о том, что кто здесь любит отдыхать на Маврикии, то в основном, конечно, это Европа. Очень много французов. Русских очень мало. Вот мы летели в нашем самолете, в огромном двухэтажном, было порядка, наверное, человек 5-6 русскоговорящих. Поэтому русские пока сюда еще не добрались. Не знаю, хорошо это или плохо, но не добрались. Что-то Вика хочет добавить еще. Да. Выращивают дыню еще зеленую. Да, да, да. Выращивают дыню здесь. Но я уже сказал очень много. Вообще, здесь земля-то такая плодородная, считается. Хотя гостин вулканический. Но сейчас считается вот сезон дождей. И температура приблизительно одинаковая. Что воздуха, что воды. В районе 30 градусов. Решил остановиться, заснять вам вот такую вот панораму замечательную. Урикинскую. Такая долина. И вот такие вот замечательные, красивые открываются виды. Да, да. Перед вами. Да. Здорово. Ну что, видите, вот к 7 вечера уже смеркается. И мы подъезжаем. Прям уже к нашему месту жительства. Уже и виднеется Индийский океан прямо по курсу. О, кошара какая-то пробежала через дорогу. Вот. Ну, радует температура, конечно. Хоть мы и уставшие. Но полны каких-то, не знаю, ожиданий, каких-то надежд. И я надеюсь, что вы, мой зритель, тоже оцените все эти репортажи, выпуски. Немножко не похожи, конечно, на Новый год в России. Но, тем не менее, постараюсь передать я и Вика атмосферу новогоднего праздника. Это мечеть, или как она там, да? Мусульманская. Ну что, пожелайте нам добра, позитива. А я вам обещаю, что у вас будут незабываемые моменты от Маврикия. От посещения этой сказочной, замечательной страны. Все. С вами был Сергей Симонов. Скоро увидимся. До новых встреч. Чао. Пока. Это бонус. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok